Последний день зимы. Нарокоссовского, 56, чуть не обернулся настоящей трагедией. В 11-м часу вечера Валентина Иванова готовилась ко сну. Говорит, почувствовала неладное. Вышла на лестничную площадку, кругом серые клубы. Тут же забила в колокола. Горела. Вот ДВП, наверное, она не так горит, а как идёт вот этот дым. Дым, такой дым, как повалил дым. Вы посмотрите, что тут делается. Это очень, не дай бог, вор хоть стены оставляет, а пожар – ничего. Пожар произошёл на втором этаже в соседней квартире. Там проживает пенсионерка. В этот роковой вечер её жизнь висела буквально на волоске. Женщину спасатели обнаружили на полу, вынесли на свежий воздух и передали медикам. Из-за обгоревшей проводки несколько квартир остались без света. Экстренные службы уже занимаются восстановлением электричества. А вот приводить в порядок квартиру, где произошло ЧП и общий коридор, придётся не один день. Всему виной в один голос, твердят соседи, пагубные привычки. Пенсионерка, говорят, любительница выпить и покурить. Уничтожен шкаф, находящийся в коридоре, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Вероятнее всего при курении. Ещё одно ЧП произошло на Ульяновской. На номер 112 позвонил случайный прохожий. Здесь средь бела дня из-за аварийного режима работы электрической сети загорелся форт Мондео. Благо, как и в предыдущем случае, обошлось без пострадавших. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.